Милость Господня 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 Милость Милость Господня Милость 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 Все они были в ожидании, они внимательно слушали, когда же они услышат этот шум как бы шагов. Нужно было соблюдать полную тишину, чтобы услышать вот этот шум шагов по верхушкам деревьев. И пока, если они, Бог сказал, не выходи оттуда, пока, если ты не услышишь вот этот шум шагов, но когда ты его услышишь, Он говорит, Бог говорит, тогда вступи в битву. Я хотел бы обратить особенное внимание на следующие слова. Ибо вышел Бог пред тобой. Насколько это важно. Вы знаете, сегодня у нас тут с нами наша молодежь, которая так же само участвует в служении. Вот, мне очень радостно видеть, когда молодежь участвует в служении, когда наши дети служат Господу. И мы, взрослое поколение, хотим передать им, что упование на Бога – это самое главное, что вообще существует в этой жизни. И служение Богу – это самое главное. Нет ничего более важного в жизни, как служение Богу. Вы знаете, иногда есть такое понятие, что происходит разрыв между старшим поколением и младшим поколением. Говорят, что бывают иногда такие печальные случаи, когда между старшими родителями и детьми нету связи. Когда существует какая-то стена непонимания. И родители как бы стараются наставить детей на правильный путь. И ничего не происходит. Вы знаете, вот это связывающее звено – это наш Господь Иисус Христос. Мне очень понравилось, когда брат Владимир вышел сюда, и он сказал очень интересную фразу. «Куда приходит Иисус, там меняется все». Я хочу еще раз задать такой вопрос, может быть, «Куда мы приходим, меняется все?» Нет. «Куда приходит Иисус, вот там меняется все». И сегодня, если у нас стоит задача, чтобы мы могли наших детей направить на правильный путь в их жизни, очень важно, я бы сказал, предельно важно услышать вот этот шум шагов. И как там написано, «Ибо вышел Бог перед тобой». Вы знаете, у меня, я уже рассказывал это как-то в другой раз, бывало, помню, рассказывал на этом месте, о том, как мне приходилось беседовать с моими детьми в процессе их воспитания. Вот. Я вам скажу одно. Повторюсь еще раз, помню, бывали случаи, приходишь домой, уставший, жена рассказывает какие-то происшествия с детьми, что произошло за целый день. И вот начинаешь там детей воспитывать, начинаешь их там вразумлять, и вот смотришь, есть такое выражение в русском языке, «как об стенку горохом». Ничего не работает. Ничего не работает. Не доходит до наших детей то, что мы им говорим. И чему Бог меня научил? Мне нечем хвалиться, могу похвалиться только милостями Господнями. Бог меня научил тому. Приходишь домой, идешь в свою комнату, становишься на молитву и просишь, чтобы Бог пошел впереди. И вы знаете, вот встаешь после той молитвы, заходишь к тому ребенку в комнату. Вы знаете, были такие случаи, это я тут ни при чем. Я рассказывал о том, что Бог делает. Заходишь в комнату к тому ребенку, который сидел такой весь, вы знаете, такой гордый, до него ничего не доходит, он ничего не хочет принимать, он прав со своей точки зрения. И вот заходишь в ту комнату, где сидел этот ребенок твой, но заходишь после молитвы, и ты видишь, что Бог уже пошел впереди. Этот ребенок уже сидит другой, он уже готов слушать, он уже готов принимать то, что ты ему говоришь, потому что Бог пошел впереди. Я хочу прочитать еще раз вот это место, которое мы с вами прочитали из Исаии, 52 глава, 12 стих. «Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь». Вы знаете, очень хорошо, когда с нами идет Господь, но есть большая разница, когда кто-то идет рядом с нами, и большая разница, когда кто-то идет впереди нас. Когда впереди нас идет Господь, это все, это все, что нам нужно с вами, чтобы впереди нас пошел Господь. Иногда бывает, и у меня такие случаи в жизни бывали, бывает, выходишь на проповедь, было несколько раз в такой жизни, вроде бы подготовился, вроде бы места из Библии подобрал, вроде тема была, все, выходишь, и уже когда здесь стоишь за кафедрой, понимаешь, оказывается, Бог не вышел впереди. Я не знаю, что в тот момент думали и понимали те люди, которые были в зале, но сам стоишь и чувствуешь, Бог не вышел впереди, и это катастрофа. Иногда люди считают себя обязанными, увидели там церкви, может быть, молодого человека, какого-то сестру, может быть, которая одета, молодая, не очень прилично, или брат, который там ведет себя, или одет как-то, как мы считаем, неправильным. И мы считаем себя обязанными подойти, высказать ему или ей, обличить какого-то человека, направить его на правильный путь, как мы считаем. А уверены ли вы, братья и сестры, в этот момент, что впереди вас пошел Господь? Если вы не услышали вот этот шум по верхушках деревьев, не услышали этот шум шагов, что перед вами пошел Господь, что сам Господь действительно вас посылает на это дело. Мне вспоминается одно место, я его, как один брат говорил, быстренько прочитаю. Это число, 14 глава, когда Бог сказал народу израильскому, вы не войдете в царство, в обетованную землю, кроме двух человек. Все вы пойдете в пустыню на 40 лет. И вот там они утром встают, и сказал Моисей эти слова перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. Это 14 глава числом, 40 стих. И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Интересные слова дальше. Моисей сказал, для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа. Но там дальше написано, но они пошли, вышли их враги, и многих из них убили. Почему? Бога не было. Между ними не было Господа. Люди вышли без Бога. Насколько важно сегодня нам, взрослым, передавая нашу веру, наше упование на Господа, нашим детям. Насколько, или, может быть, мы видим, что в какой-то семье нет мира, и мы хотим пойти туда, поговорить с теми людьми, которые живут в том доме. Или, может быть, еще на какое-то дело вы считаете, что Бог вас направляет. Возможно, это так и есть. Но насколько важно знать, что впереди нас пошел Господь. Вот здесь молодежь пела псалом перед собранием. «Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой». Это очень важно в нашей жизни, слышать голос Божий у себя внутри. Возможно, вы когда-то услышите действительно голос Божий, который вам скажет, и вы услышите его своими физическими ушами. Возможно, Бог это сделает в вашей жизни. Но чаще всего Бог говорит у нас внутри. И чтобы вот разобраться в своей душе, чтобы, как вот эта песня говорится, «Научи меня различать Твой голос от голосов других, слышать Твой голос», для этого нужно иметь чистое сердце. Чтобы в нем, в этом сердце, не находилось ничего, что мешает Богу там находиться. Интересно, что... Давайте я еще одно место прочитаю. Это записано в Луки. В последней главе Луки, это 2,4 глава. Здесь в 49-м стихе записано так. Иисус Христос, уже после воскресения, собираясь уходить к Отцу на небеса, Он говорит так. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме». До каких пор? Мы все видим, здесь вот написано, «Доколе не обличетесь силой свыше». Оставайтесь на своем месте, доколе не обличетесь силой свыше. Это очень важно для нас, христиан. И когда мы действительно будем знать, что Бог идет с нами, вы знаете, тогда можно идти на любое дело в нашей жизни. Можно идти молиться за чье-то исцеление, можно идти туда, где, может быть, находится человек, который одержим нечистым духом, можно идти куда-то на проповедь, может быть, даже какому-то бомжу проповедовать. Вы едете на машине, и стоит человек с табличкой, что все, что вы ему не дадите, все поможет ему. Просто остановиться и засвидетельствовать этому человеку о Боге. Прежде чем вы выйдете с машины, поговорить с этим человеком, лучше посидите в машине две минуты и призовите имя Господне, чтобы Бог пошел впереди вас. И я должен делать то же самое. Я так же самое нуждаюсь в том, чтобы Бог шел впереди меня в моей жизни. Как это получить, чтобы Бог шел впереди нас? Я уже буду заканчивать свою мысль. Давайте прочитаем еще одно место. Это записано в Исаии, опять же, в 44 главе, 3 стих. Исаия, 44 глава, 3 стих. Здесь записано так. «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя Твое и благословение мое на потомков Твоих». Я уже не буду читать, просто вспомню, Иисус Христос говорит такие слова «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Мы иногда хотим получить что-то от Бога. Может быть, исцеление, может быть, чтобы Бог крестил нас Духом Святым. У нас много просят к Богу. Кто-то молится о том, чтобы Господь дал ему мудрости, как воспитывать своих детей в учении, как написано «Ноставление Господнем». У нас много, как я уже сказал, просят к Богу. Но здесь почему-то я хотел бы обратить внимание, что здесь почему-то написано, как я уже привел два места, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И второе место мы прочитали «Я изолью потоки на жаждущие». Кто такой жаждущий? Если я скажу, что жаждущий – это человек, который хочет пить, ну, в принципе, это будет правильный ответ. Но вы знаете, если внимательно посмотреть, это будет неправильный ответ. Почему? Я думаю, каждый из вас в своей жизни были моменты, когда вы хотели пить, давайте чуть-чуть проследим, потратим несколько секунд и проследим за тем, как у человека появляется жажба. Сначала мы хотим, ощущаем, что мы хотим пить. Желательно попить бы воды, но воды, допустим, нет такой возможности, и мы продолжаем что-то делать, работать или еще что-то. Проходит время, у нас это желание пить становится больше. но мы также еще в состоянии что-то делать другое, параллельно с этим. Вы знаете, наступает момент, я не знаю, бывали ли вы в пустыне когда-то, мне приходилось бывать, я думаю, что у каждого из вас был в жизни такой момент, когда наступала такая ситуация, когда вы действительно жаждали. Когда человек жаждет, он уже не в состоянии думать ни о чем, он не в состоянии работать, он не в состоянии что-то рассуждать, он думает только об одном, где взять воды. Его больше другое ничего не интересует. Вот почему Иисус Христос в Своих словах говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот почему Бог в Исаии 44-й голове говорит, я излию потоки на жаждущие, не на просто человек, который, ну, можно было бы там, попить бы воды, не мешало бы. Нет. Бог говорит, я излию потоки на жаждущие. И мы на тех людей, у которых есть цель, и которые больше ни о чем не могут думать, как только, пока они не достигнут своей цели, утолить эту жажду. Вот с такими людьми Бог хочет иметь дело. И вы знаете, Бог имеет дело, конечно, со всеми. Он смотрит на каждую ситуацию отдельно. Я не могу сказать, что вот Бог действует по этим правилам. Бог смотрит на каждую ситуацию отдельно и поступает так, как считает нужным. Но из этих мест Библии я вижу, что Богу нравятся люди, которые жаждут. Которые жаждут с Ним общения. Которые жаждут, может быть, получить крещение Духом Святым. которые жаждут получить от Бога мудрости, чтобы передать детям свою веру в Бога. Передать детям то, что служение Богу, как я уже сказал, это самое важное в жизни. И вот именно с такими людьми Богу нравится иметь дело. С теми, кто жаждет. Кто хочет во что бы то ни стало получить от Бога ответ на свою нужду. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, уйдя с этого места, были вот этими жаждущими людьми, которые жаждали бы Божьего присутствия в своей жизни. Которые жаждали бы того, чтобы Дух Святой наставлял нас. Которые жаждали бы того, чтобы иметь настолько общение с Богом, чтобы ничего не делать в жизни своей, прежде чем мы не поймем, что Бог пошел впереди нас. Чтобы вот эта жажда общения с Богом, чтобы она была у каждого из нас, каждый день нашей жизни. Как я уже сказал, Богу нравится иметь дело с вот такими вот жаждущими людьми. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были именно такими, и чтобы Бог помог нам слушать Его голос. чтобы Бог помог нам научиться распознавать Его голос в своей душе. И чтобы мы все в своей жизни делали только тогда, когда Бог пошел впереди нас. Слава Ему за все. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова